ВЫСТРЕЛЫ Вас здравствует коммунизм! Я вас понял, выезжаем на задержание. Не желали честно трудиться и заниматься общественно полезным трудом. 2004 год. У прокуратуры праздник. Наконец-то закончено дело Ореховской ОПГ. Работа шла 10 лет. Количество членов преступного сообщества на сей момент можно говорить и утверждать только лишь приблизительно. Это порядка 50-60 человек. Но на скамье подсудимых нет отца этой страшной банды, знаменитого Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр. Он уже давно лежит в могиле. Вернее, в могиле лежат немногочисленные фрагменты тела Сильвестра, которые удалось собрать после взрыва его Мерседеса. Хоронили в закрытом гробу. Все было как-то очень окутано тайной. Простой тракторист, а потом лимитчик, живущий в столице на скромную зарплату, стал к концу 80-х хозяином Москвы и владельцем огромной бизнес-империи. И помог ему ветер перемен. Эти годы были просто безвластные. Сильвестра убили 13 сентября 1994 года. Радиоуправляемая бомба была подложена в его машину на автомойке. После страшного взрыва осталась каша из железа, пластика и проводов. И труп, опознать который было непросто. Кто убил Сильвестра? Это мог сделать Сергей Буторин по кличке Ося, его ближайший соратник и, как это часто бывает, самый страшный враг. Человек, о котором можно говорить только с отвращением. Это человек, для которого вообще не существует ничего святого в жизни. А может, это были люди Атари Квантришвили? Ведь Сильвестр заказал Атари, потому что хотел оттяпать его сферы влияния. А может, это сделал Борис Березовский? Или члены банды за год до этого убитого вора в законе по кличке Глобус? Очень много врагов их не перечислишь. Сергей Тимофеев, который стал главным крестным отцом 90-х, родился в деревне Клин Новгородской области. Хорошо учился, был ответственным, честно работал в колхозе. Он был примерный тракторист в своем селе, он был очень такой отзывчивый, его любили селяне, он был правопослушный, комсомолец, видимо, да, потому что он организовывал ДНД, дружины народные, и боролся с правонарушениями. Служба в армии, причем в элитном кремлевском полку. Потом работа на заводе по лимиту. Дальше Тимофеев стал инструктором по занятию физкультурой. На этом все хорошее в биографии этого человека кончается. И начинается дорога в ад. Начиналось это с мелких групп, мелких каких-то кодл, шаек, которые потом объединялись в большие группы, которые начинали с мелочей. В начале 80-х в спальных районах и маленьких подмосковных городах формируются молодежные группировки, берущие себе название в честь территории, которую считают своей. Солнцевские, Ореховские, Бауманские, Измайловские, Люберецкие. Дерутся стенка на стенку, занимаются спортом, сидят с пивом во дворах. Сюда не заходи, сюда здесь Солнцевские. Сюда не заходи, здесь Ореховские. Говорят, а что такое перестройка? Что такое перестройка? Своё дело делать честно. Главное – перестройка. С приходом Горбачёва окончательно утратил своё влияние комсомол. Страна жаждет перемен и не замечает, как целое поколение молодых людей растёт по новым неписанным законам, промышляя пока ещё мелким криминалам. Появилась такая кампания, как «Добрый вечер». Добрый вечер, молодой человек, не дадите на время дублёнку поносить. А что это вы так побледнели, мы же культурно подошли. Молодой Сергей Тимофеев, у которого ещё нет клички Сильвестр, ошивается возле баров, гостиниц и других точек, где работают проститутки. Он живёт в то время в Орехове и находит в спортзале первых компаньонов для своих криминальных дел. Они бомбили проституток, то есть снимали с них дань. Потом они снимали дань с торговцев на Орехово-Борисово, там, на Южном рынке. А в 1988 году правительство принимает закон, перевернувший всю страну. В Советском Союзе разрешают кооперативы. Появились частные ателье, кафе и рестораны. Бурным цветом расцвела всевозможная торговля. Но наверху и предположить не могли, какого страшного джина выпускают из бутылки. Отдел, который впоследствии целенаправленно занимался ракетирами, его в РУОПе уже в Москве в тот период называли пожарной командой, потому что это по два-три вымогателя в день. То есть они из конца в конец городами метались с тем, чтобы организовывать задержание. В твоих же интересах сказать где? Все, что мне было, вы уже забрали. Только в 1988 году в Москве было подано 600 заявлений от граждан, которые стали жертвами жестокого вымогательства. Предпринимателей первой волны избивали и грабили на глазах у членов семьи. У нас шесть рецидивистов, терять нам нечего. Если ты не уплатишь 300 тысяч рублей, то получишь отрубленную руку дочери. Люди Сергея Тимофеева трясли всех подряд. Сначала основной доход приносили запуганные насмерть владельцы маленьких кафе и ларьков. Но потом бандиты нащупали поистине золотую жилу. Были кооперативы, которые занимались делами гораздо серьезнее. Торговали компьютерами, техникой, развивали крупные производства. Такое основное правило было. Создай человеку проблему. В данном случае создай бизнесу проблему. И потом приди и ее реши. И тебе сами все дадут и будут благодарны. 2005-й. Еще один суд над Ореховской ОПГ, созданный Сильвестром. Заседателям. Демонстрируют видеозаписи следственных действий, на которых подсудимые показывают могилы своих жертв. Присяжным не раз становится плохо. Приходится объявлять перерыв. Это самая страшная банда 90-х годов, которая в Москве совершала эти преступления. Это самая беспринципная банда. Сотни убитых. Несколько лет тотального террора. Суд над членами Ореховской ОПГ превратился в маленький нюрнбергский процесс. Основной показатель Грибков – он убил моих двоих сыновей. Они его лучшие друзья были. К концу 80-х в банде Тимофеева сложился непреложный закон. Если ты не можешь поставить утюг на живот или избить на глазах у родителей ребенка, то сразу с позором выбываешь из команды. Сильвестр культивировал жестокость, которой в стране советов до этого не знали. Бухгалтер развелся в хоз за женщину, и ее сына, приехав к ним домой, сына затолкали в подвал, на ней разогревали утюг с вопросом, где деньги. Кличку Сильвестр Тимофеев получил за сходство прически с героем фильма «Рэмбо», которого играет Сильвестр Сталлоне. Жестокий, решительный, накачанный «Рэмбо» был кумиром московского бандита. Видеосалоны, где крутили эти боевики, тоже быстро попали под прессинг его банды. Человек занимался спортом, гирьки, гантельки, турничок. Он был физически развитый. Сильвестр контролировал 30 банков, 20 огромных торговых фирм, сотни магазинов, ресторанов и автосалонов, с десяток казино. И главное, все крупные рынки столицы. Представьте, что были тогда рынки, вот эти оптовые, без конца и края, да, и черный нал. Вот они не успевали возить мешками деньги. Они постоянно только ездили, значит, возили всю эту наличку, ну, в огромных просто размерах. А первые большие деньги этот человек, которого позже братва назовет генеральным директором преступного мира, стал получать от игры в наперстки. Условия игры были примитивны. Человек перемещает наперстки, и игрок должен сказать, под каким находится шарик. Игроку дают несколько раз выиграть, ставки повышаются, а потом ведущий просто зажимает шарик в руке, и отгадать ничего нельзя. Играла, вернее, проигрывала вся страна. От столицы до окраин. На персточнике. Они выколачивают деньги из доверчивых простаков с помощью элементарного обмана. Никто-то секретов не раскрывал, только потом уже стало понятно, что выиграть невозможно, это не лотерея, ты как бы все время проиграешь. И однажды в игру включились азербайджанцы, с находящегося неподалеку рынка. Проиграв крупную сумму денег, торговцы сообразили, что их нагло обманули, началась перепалка, а потом и драка. К проигравшим подтянулось подкрепление. И бригада Сильвестра потерпела позорное поражение. С тех пор Сильвестр стал яростным противником людей с Кавказа и всю свою короткую жизнь транслировал просто мерзкие, националистические идеи. Я лично познакомилась с покойным Сергеем Тимофеевым. И она говорит, а что вам нравится, что вся Москва заполнена Кавказцами? В Советском Союзе всегда много говорили о дружбе народов. Но жители разных республик относились друг к другу хорошо и без влияния на зойливые пропаганды. Но теплые чувства никогда не распространялись на гостей из жарких краев, торгующих на рынках. И в 70-е милиция вынуждена была признать, что в Советском Союзе существует этническая преступность. Азербайджанцы торговали фруктами, овощами, цветами и стали монополистами в этих сферах. Подмяли Южный порт, огромный автомобильный рынок. И ими руководили настоящие мафиози. В это время в Москве намечается наплыв кавказских группировок. Они приезжают с Кавказа сюда, и здесь они пытаются отбить свой кусок. Но здесь же, в свои местные, начинаются проблемы. Начинаются схватки, начинаются стрелки, терки. Выясняются взаимоотношения. КГБ проводит в Азербайджане чистки. Удалось доказать, что крупные суммы денег из столичной торговли и рэкета стекались в ЦК КПСС Азербайджанской ССР и в руки лично первому секретарю Ахундову. Было арестовано 300 партийных функционеров, районных прокуроров. Столичный азербайджанский криминалитет встревожен. Но к середине 80-х полностью зализывает раны и берет почти все крупные рынки в столице под свой контроль. И Сильвестр объявляет этой мафии войну, имея в подчинении уже мощную Ореховскую ОПГ. В конце 80-х он ее объединил с Солнцевской группировкой. И Солнцевский во главе с Михаилом, так называемым Михаилом, они просто вошли в Ореховскую группировку. Отдельного внимания заслуживает имидж Сильвестра. В советское время он всегда одевался нарочито скромно и ничем из серой толпы не выделялся. Когда стал одним из самых влиятельных авторитетов в 80-х, придерживался бандитской моды. Спортивные штаны и кожаная куртка. Это грозный Сильвестр, который потом стал владельцем заводов, газет, пароходов и прочее. Вот, он такой был простой деревенский парень, таких в трениках с оттянутыми коленками. Но когда его ОПГ стало лезть в различные бизнесы, наезжать на банкиров, крупных предпринимателей, внешний вид братвы и самого Сильвестра стал меняться. Тимофеев призывал всех носить деловые костюмы, требовал прятать и сводить татуировки, а братков с золотыми зубами переводил в пехоту, то есть давал им исключительно грязную работу. На серьезные стрелки никогда не брал. Все убираем, никакой атрибутики. Пиджаки, галстуки, рубашки и прически. Никаких, значит, наколок, никаких там, значит, чего-то такого, что это самое, блин, интеллиентные морды, интеллиентные типажи. Есть версия, что Сильвестр имел надежных партнеров в правоохранительных органах. И нашел их, когда попал за решетку в 89-м году. В тюрьме он вместо 8 лет провел всего 2 года. И срок с Кастиле, потому что он дал понять, будем дружить и плотно сотрудничать. Чудес не бывает, понимаете. Приехал парень там, который работал трактористом, начал заниматься частным извозом, и через 2 года он криминальный авторитет. Ну, знаете, такое бывает только в кино про Сашу Белого. В конце 80-х и почти до конца 90-х наша милиция представляет собой жалкую армию абсолютно деморализованных граждан. Унизительная зарплата, плохая форма и ежедневное осознание собственного бессилия. Милиционеров не боятся, обзывают ментами. Бандиты вооружены часто лучше. Армия расставалась с лучшими своими представителями. Понимаете, разведчики, спецназовцы, все те, кто вообще прошел советскую школу подготовки специальных действий боевых, они все оказались на службе криминала, потому что армия их вытолкнула, она сократилась, и они никому не были нужны. Частного бизнеса в конце 80-х становится все больше. И Горбачев испытывает противоречивые чувства. С одной стороны, кооператоры хоть как-то заполнили пустующие полки. Народ получил возможность купить модный ширпотреб, сходить в недорогое кафе. С другой стороны, вокруг кооператива вплодится криминал, и он пугает своим масштабом. Рэкетом занимаются бывшие спортсмены и парни, которые служили в Афганистане. По всей стране формируются отряды, чья сила в разы превосходит правоохранительные органы. В 88-м году вместо Чебрикова новым председателем КГБ стал Владимир Крючков. А министром МВД назначили Вадима Бакатина, бывшего первого секретаря Кемеровского обкома партии. Новый министр затеял реорганизацию советской милиции. И начал он с того, что снял гриф секретно с уголовной статистики. Эта информация стала шоком для всей страны. Стало известно, что в стране есть организованная преступность. Любой человек при желании, при наличии небольших денег, мог себе купить огнестрельное оружие, вплоть до автоматического, и спокойно с ним разъезжать. Бывший уголовник Виктор Коган по кличке Моня попробовал объяснить Ореховским, что действуют они не по понятиям. Он держал зал с игровыми автоматами и делиться с наглым Сильвестром не собирался. Вслед за ним еще в течение полугода или года еще пять или шесть крупных авторитетов погибло. В начале криминальной карьеры у Сильвестра была кличка «тракторист». С одной стороны, напоминающая о его первой деревенской профессии, а с другой, подчеркивающая его методы работы. На врагов он наезжал как трактор. Он давил их под себя, как трактор. Он же тракторист был, поэтому он понимает роль гусеницы в похоте. Но к началу 90-х Сильвестра стали уважительно называть Иванычем. Авторитет его был огромен, ведь он сплотил разрозненные банды, которые до этого бестолково уничтожали друг друга. А теперь работали на общую кассу, признав лидерство за орехами. Он собрал всех на стадионе Медведкова, на большом стадионе. И там по показаниям было порядка чуть ли не к 4000 приближалась цифра собравшихся. И говорит им, братва, ну не тем вы занимаетесь, ну какого черта вы рвете глотки друг к другу. Надо работать иначе. Надо сейчас входить в легализацию, заниматься коммерческими делами. Там же какие деньги крутятся. А вы делите копейки между собой. И надо сказать, что он не убедил братву. О подвигах Сильвестра услышал Вячеслав Иваньков. В истории России он остался под кличкой Япончик. В это время Япончик приглядывает за криминальным миром России из теплого Майами. Он приглашает его на стрелку в Америку. Сильвестр едет в Майами, там они встречаются с Иваньковым. И Иваньков выручает ему золотой ключ. Это ключ от замка всей Москвы. Теперь Сильвестр может решать любые вопросы на всей территории Москвы. Прослышав о благословении Япончика, старые представители криминального мира, живущие по старым понятиям, вызвали Сильвестра на разговор и предложили ему короноваться в воры в законе. Ведь он держал в страхе всю Москву. Был главным в самой мощной ОПГ. Но Сильвестр, к их удивлению, от короны отказался. Он вообще не признавал этот бренд. Ему это не надо было. Он авторитет. Сила. Деньги. Что ему? Зачем ему этот вор в законе нужен? Сильвестр следил за всеми бизнесами, набирающими оборот в умирающем Советском Союзе. И быстро собирал информацию о сферах, где крутятся большие деньги. И в конце 80-х в поле зрения генерального директора преступного мира попадает попса. Различные артисты, которые колесят по всей стране с концертами. Денег у них немерено. Я люблю вас, девочки. Я люблю вас, мальчики. Несколько навьюченных, специально обученных людей с этими мешками, с деньгами, с чемоданами, с какими-то тюками, набитыми трешками, рублями, пятерками, десятками. Все это, значит, везлось в Москву, а тут тебя, ну, естественно, встречают. Артистов трясут все, кому не лень. И провинциальные бандиты еще на гастролях. И, само собой, представители столичных ОПГ, которые настойчиво предлагают крышу и требуют не меньше 20% от миллионов заработанных во время ЧОСа. Как только поняли, что шоу-бизнес как бы приносит какую-то прибыль, и это, в общем-то, черный нал, соответственно, серинулись туда все криминальные структуры. Рома Жуков никогда не забудет, как к нему приходили люди Сильвестра. Он попрощался с жизнью. И милиция бандитов искать не стала. Ко мне с пистолетом заходили в квартиру в среди бела дня, просто в полпирового дня. Вот я так пошел, просто с дулом пистолета в албу в квартиру. И, значит, мне спросили, рот будем скотчем заклеивать. Сильвестр даже вступил в конфликт с Примадонной. У Аллы Пугачевой всегда были высокие покровители. Она была уверена, что знает, как решить любые проблемы, в том числе с криминальным миром. Но в борьбе с Сильвестром проиграла. Алла Борисовна хотела открыть свой шерстный театр, песни, которые должны были расположиться в кинотеатре «Форум». Певица хотела задействовать под театр песни, разрушенный и никому не нужный кинотеатр «Форум» на Садовом кольце. Мэрия дала добро, были найдены деньги, но Сильвестру идея не понравилась. Сильвестр сказал, что без его ведома ни один театр в Москве не открывается, не закрывается. И до настоящего момента даже этого театра и нет. В это время Алла Пугачева влюблена во Владимира Кузьмина. И они радуют всю страну красивыми дуэтами. Примадонна активно поддерживает своего фаворита. Кузьмин очень много выступает со своим коллективом «Динамик». Наконец-то от артистов отстали КГБ, госконцерт и другие контролирующие органы. Выступай сколько хочешь. И на место оба ХСС и КГБ контролировать доходы эстрадных звезд. Кто пришел? Естественно, новые русские пассионарии. Владимир Кузьмин пытался дать отпор вымогателям. Конфликт становился для артиста все опаснее. И к 1994 году уже не было ни одного известного артиста, который бы не попал под прессинг главного бандита столицы. Если говорить о доходах, то, наверное, несколько миллиардов долларов у Сильвестра село в кармане. Это только официально. А если мы возьмем еще то, что было неофициально, можно сумму минимум удвоить. Милиции хорошо известно, как устроен бизнес Сильвестра. Но почему он оставался на свободе? Что всегда спасало короля криминального мира? Это никто не отрицает, и мы это знаем. Огромнейшие связи при продажности власти. Он держал пол Москвы. В кабинетах власти связи, в милиции связи, в ФСБ связи. В конце 80-х, когда Советский Союз уже был готов к развалу, власть бессильна, а люди взбудоражены ветром перемен, на поверхность вынесло много темных личностей, которые до этого сидели в глухом подполье. Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр стал качать огромные деньги со всех, кого смог запугать. Грабить и убивать, называя себя при этом бизнесменом. Он считал себя человеком новой формации. Он, если так можно сказать, что он был генеральным директором преступного мира, вот так еще можно сказать. Он был менеджером этого преступного мира. Там шли огромнейшие деньги, там коробки из телевизоров, набитые банкнотами, стояли. В 1990 году состоялось историческое знакомство Сильвестра с Григорием Лернером, выпускником МГУ, блестящим интеллектуалом, который стал главным бухгалтером Ореховской ОПГ. До этого Лернер немного посидел в тюрьме за мошенничество, был франтом и пижоном, ездил по Москве на диковинных тогда Мерседесах. Позже он украдет из российского бюджета несколько миллиардов рублей. В Израиле им был открыт фонд помощи российскому предпринимательству, то есть израильские деньги должны были вкладываться в российскую экономику. Были переведены сумасшедшие деньги в размере нескольких миллиардов рублей, что в 90-е годы были очень большие деньги. До сих пор, на самом деле, никто не знает, куда эти деньги пошли. Лернер был аферистом международного класса. В 89-м он открыл банк-партнер и получал под фальшивые документы огромные кредиты. Взявший по подсчетам порядка 90 миллионов долларов кредитов в трех банках, там, МОСТРАНС, МОСТРОЙБАНК, МИЖРЕГИОНБАНК, потом все эти три банка ушли в небытие, а человек деньги перевел в Израиль. Банковская система начала 90-х это настоящий криминальный спрут. Банк открыть может каждый, они плодятся с бешеной скоростью и так же быстро сгорают, как легендарная чара, в которую стащили миллионы известные люди. Финансовый рынок все время лихорадит. Это страшно мутная вода, в которой рыбу ловят десятки проходимцев. Лернер рисует перед Сильвестром широкие горизонты и обещает за короткое время утроить состояние бандита. Сильвестрову обнимают за плечи и говорят, братва, познакомьтесь, это наш теперь финансист, Гриша, он будет крутить наши деньги, срочно деньги ему привезти сюда. И братва немедленно исполнила приказ Тимофеева. Лернеру привезли несколько сумок с наличкой, которую члены ОПГ собрали за последнее время с торговцев на рынках. И хитрый финансист пообещал, что выгодно прокрутит их на только что открывшейся бирже. Минули почти три четверти века и вновь в этом здании располагается биржа. Теперь российская товарно-сырьевая биржа главная биржа страны. Как работают биржи и банки, братва, конечно, не понимала. Но уже через месяц сотрудничество с Лернером поняла, Сильвестр принял правильное решение, когда сделал главбухом этого пижона. Лернер, конечно, ну это был умнейший аферист, на самом деле, очень умный. Еще в начале 80-х Григорий Лернер познакомился в одном из престижных московских баров с Ольгой Жлобинской. Она разливала напитки за стойкой. Предприимчивый мужчина с толстым кошельком сразу ей очень понравился. Жлобинская была на самом деле расчетливой, логичной. Она на несколько шагов вперед просчитывала многие ходы. Они жили в гражданском браке. И все было нормально до того, как Лернер объявил супруге «На тебя запал Сильвестр и лучше, если ты будешь вместе с ним». Жлобинская сначала была страшно зла, устраивала скандалы и уходить к главе Ореховских не хотела. Но Лернер смог убедить ее переехать в квартиру своего нового босса. Тогда, тогда женщину можно было подарить криминальному авторитету. В это время все богатые люди наряду с дорогими автомобилями и пошлыми особняками обязательно покупают себе живые аксессуары в виде красивых женщин. И в голодной России все девушки мечтают стать содержанками новых русских. Даже тех, кто зарабатывает деньги, совершая кровавые преступления. Ольга Злобинская не была красавицей 90-60-90. Сильвестра она прелестила неженским умом и железной хваткой. В ней он увидел еще одного надежного компаньона. Женщину, которая ничего не боится и способна придумывать очень хитрые схемы. Она была между Сильвестром и Лернером как бы ну каким-то зреном между ними во всех этих махинациях. Ольга возглавила Московский торговый банк, который был полной собственностью Сильвестра и обслуживал разные ОПГ. Но со стороны это был вполне приличный бизнес. Во главе элегантная деловая дама в покровителях люди из высшей власти. Очень многие влиятельные российские чиновники самого высокого ранга не считали зазорным в этом участвовать. В разнообразных историях, которые проворачивал треугольник Сильвестр, Лернер, Ольга в разные времена деятельности этого треугольника. Периодически Ельцину докладывают о безобразиях, которые творятся в банковской сфере. Чеченские авиза, по которым украли миллиарды рублей, кредиты, которые банкиры брали в госбанке, а отдавать не хотели. На владельцев банков беспрерывно совершают покушения конкуренты или кинутые клиенты. Ну а президент порядок навести не в силах. В стране слишком много других проблем. Самый главный вопрос, чем кормить людей? Страна в 90-х годах вдруг превратилась в огромную помойку. Закрывались фабрики, заводы, людям не платили зарплаты, пенсии, отобрали население. Жлобинская и Лернер выглядели прилично. И бизнесмены, не зная про стоящего за ними Сильвестра легко соглашались на сотрудничество. Вкладывали деньги в различные бизнес-схемы, размещали их на счетах Московского торгового банка. Но при малейших попытках получить свою прибыль или взять деньги назад с процентами встречались нос к носу с быками Сильвестра. И быстро понимали, что если хотят остаться в живых, про деньги надо забыть. Организованная преступность это как Сергучевая печать на России. Отобьешь, а кусок все равно останется. Сергучев. Она ушла в экономику. Первый путь туда сделал или один из первых это Сильвестра. Сильвестра захватывал все новые сферы влияния. Но лучше бы они работали с Лернером всегда вдвоем, не привлекая женщин. Ольга Жлобинская совершила страшную ошибку. она поссорилась с Борисом Березовским. Это не та история, из которой можно тихо выйти. Оттуда выходит в самом лучшем случае вперед ногами, а в худшем разлетаясь со своим Мерседесом в окружающую действительность. Сергей Тимофеев, который вошел в историю с кличкой Сильвестр, начал создавать свою группировку еще в 70-е годы. А когда началась перестройка и в стране ослабела власть, он стал главным криминальным авторитетом столицы, но называл себя успешным бизнесменом. Он мог себе позволить очень много, он мог появляться, вообще говоря, в респектабельном виде, он заводил знакомства с крупными людьми. Люди Сильвестра получали кредиты в разных отделениях Сбербанка, Затем суммы конвертировались в валюту и переводились в Швейцарию и Израиль на счета подконтрольных Сильвестру фирм, а Сбербанк оставался ни с чем. Правая рука Сильвестра Григорий Лернер, который был главным бухгалтером криминального синдиката, вел роскошную жизнь и не скрывал природы своего богатства. Носил очень дорогую одежду, мог за вечер оставить в ресторане 2000 долларов. В 92-м за мошенничество он ненадолго попал в тюрьму, но быстро был отпущен на свободу. И несмотря на то, что суммы, которые он украл у разных людей и организаций, были просто фантастическими, дело затухло и было забыто. Власть такая была беззубая. Естественно, что вот этот вакуум власти, его заполняли новые, как говорится, силы, новые элементы, более наглые, более агрессивные, чувствовавшие безнаказанность в тот момент. Особо страшным было покушение на вора в законе Андрея Исаева по кличке Роспись. Люди Сильвестра подогнали к подъезду, в котором он жил, заминированный автомобиль и подорвали его, когда авторитет вышел из дома. Роспись выжил, его телохранитель погиб. И были ранены две школьницы. Невинные жертвы всегда были фирменной фишкой расправ Сильвестра. При покушении на лидеров Измайловской ОПГ погибла официантка Кафе. При убийстве лидера курдской группировки были застрелены трое прохожих. По жестокости их можно было прорвлять к садистам. Не было надобности убивать ни своих, ни чужих. Они били всех. Это была самая жестокая банда России. Ореховские никогда не соблюдали законов воровского мира, которые запрещали обижать самых слабых женщин и детей. Сильвестр и его люди напрямую заявляли ворам в законе. Их время закончилось вместе с Советским Союзом. Сейчас все правила определяют они. И орехи будут убивать, невзирая на воровские короны. Просто в лицо им говорили, кто они есть и что с ними будет. И уходили. Никаких последствий за этим не было. Хотя по всем статусам после оскорбления того вора в законе люди не жили. Жестоко расправлялся Сильвестр и с членами своей бригады. Смертельный приговор выносился даже за мелкую провинность. Казнь оступившегося как правило была показательной. Сильвестр собирал членов банды в лесу на лужайке, оглашал проступок и приговор. А потом провинившегося на глазах у всех пристреливали или душили. Убить надо не просто убить. Обязательно это сделать всем прилюдно. Еще во время перестройки Сильвестр понял, что самые большие деньги можно срубить на индустрии развлечений, которая тогда еще только зарождалась. А в начале 90-х дискотеки, ночные клубы и казино оплодились уже как грибы. и Сильвестр был повсюду. Доход от ночной империи был сумасшедший. Это несколько миллионов ежемесячно так же долларов. В какое бы заведение ни приходишь, там, первый вопрос, а знаешь, кто его крышует, кто? А его там тот-то крышует. Или там это того-то заведения, там его знаешь, там, а, ну да. У Сильвестра разгорелся конфликт с криминальным авторитетом Валерием Длугачем по кличке Глобус. Бандиты Орликина. Сильвестр дал директору Орликина огромную сумму, чтобы тот построил новые залы игровых автоматов, расширил танцпол и увеличил число людей, которые спускают деньги в пьяном и наркотическом угаре. Осталось только убрать вездесущего Глобуса, который тоже хотел контролировать клуб. Для этой работы он нанял дорогого киллера Александра Солоника из Курганской ОПГ. И Солоник убил Глобуса одним выстрелом с расстояния в 40 метров. Затем Сильвестр заказал еще двоих учредителей клуба. Первого учредителя одного Гусева застрелили при выходе из этого Орликина. И на покушение было на второго учредителя Черкасова. Сильвестр распустил свои щупальца по всей России. И нажил себе еще одного врага. всемогущего Атари Квантришвили. С которым генеральный директор преступного мира не поделил криминальный бизнес по переработке нефти на заводе в Туапсе. Итогом войны стало убийство Квантришвили. А в 94-м супруга Сильвестра Ольга Жлобинская поссорилась с Березовским. В банк, которым рулила она, Сильвестр и Григорий Лернер, олигарх принес огромные деньги. И Ольга решила, что отдавать их не нужно. Когда возник невозврат, то начались переговоры Березовского и Сильвестра, которые ни к чему сказать не привели. Сильвестр решил взорвать офис баба, чтобы вездесущий Береза наконец-то понял, что глава Орехов не боится ни Березовского, ни стоящих за ним криминальных группировок, состоящих из чеченцев. Березовский тогда метался страшный вообще. К Ржакову ездил жаловаться, в общем, говорил, что вот со мной хотят разобраться и так далее. Потом попытались убить самого Березу. Возле дома приемов логовазы был взорван припаркованный автомобиль. Ровно в тот момент, когда из ворот выехал Мерседес с олигархом. В 10 сантиметрах от меня передо мной оторвало голову моему водичу. Погиб охранник, водитель погиб, Березовский отделался достаточно множественными травами, но тем не менее Борис Абрамович остался жив на тот момент. Ранение, как обычно, получили 8 ни в чем не повинных граждан. И напуганный Березовский заявил милиции, что найдет и покарает преступников сам. Что, по мнению множества экспертов, и произошло. 13 сентября 1994 года. Интересно, что Сильвестра охраняли 19 человек. Но в тот день он оказался в машине один. Никого рядом не было. Отсюда еще одна версия, что взорвали его свои же люди. И это был заговор бригадира, в котором не нравилось, как Тимофеев делит деньги. Они как волки стояли и смотрели, как взрывается Мерседес Сильвестра. Сергей Тимофеев похоронен на Хованском кладбище. Надпись на памятнике гласит «Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость». Но многие считают, что в могиле Сильвестра нет. Сильвестру было выгодно исчезновение. А, во-первых, для того, чтобы исчезнуть просто от своих убийц. Б, воспользоваться теми деньгами, которые он заработал. Говорят, что он сделал нехитрую пластическую операцию и под чужой фамилией живет за границей. Радуется жизни, денег у него очень много. Мечта любого криминального авторитета выжить, несмотря на огромное количество врагов. И не беспокоиться, что его накроет полиция. Авдовев, Ольга Жлобинская воссоединилась с Григорием Лернером. И они, пока их не убили обиженные партнеры или не посадили в тюрьму, сбежали в Израиль. Одно время Лернер издалека рулил российской биржей и продолжал ковать миллионы. Сегодня разорился и сидит в тюрьме за организацию финансовой пирамиды. Почему вот они многие у нас в Израиль, да? А потому что в Израиле можно сбежать. А потому что Израиль не выдает своих людей, чтобы они не сделали. Но все-таки большинство людей, которые знают криминальную историю России, считают, что Сильвестер мертв. Потому что убийца и душегуб не должен спокойно жить и обязательно должен быть забыт, как страшный сон 90-х. Редактор субтитров Корректор А.